Пророки Северного Царства Амос и Осия — пророки Северного Израильского Царства. Их младшими современниками, первыми письменными пророками Южного Царства Иудейского были Михей и Исаия. Их можно назвать духовными преемниками Амоса и Осии. Израильское Царство погибло, но не пропал пророческий труд. Ученики Амоса и Осии записали их пророческие речи, принесли их на юг, в Иудею, и подняли там волну пророческого движения. Начиная с конца VIII века, пророческая письменность получает на юге широкое развитие. Первыми письменными пророками Южного, то есть Иудейского Царства, являются Михей и Исаия. Они были современниками друг к другу, оба проповедовали в конце VIII – начале VII веков до н.э. Только Исаия был жителем столицы – Иерусалима, а Михей – провинциалом из региона Шфила. К книгам Михея и Исаии мы теперь и обратимся. С Амосом Михея и Исаию роднит озабоченность общественными проблемами. Он, Михей, сурово обличает социальные язвы иудейского общества и говорит, «Горе замышляющим беззакония и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и дом его, мужа и наследие его». Михей, 2 глава. О том же самом читаем у Исаии. «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». 8 стих 5 главы Исаии. Скорее всего, дома и поля переходили от мелких землевладельцев к крупным в уплату долга. Лишенные прав собственности на землю крестьяне попадали в разряд сельских безземельных пролетариев, вынужденных наниматься на работу ко все тем же крупным землевладельцам. Очевидно, экспроприация земель и домов у должников происходила по решению суда. Об этом читаем у Исаии. «Горе тем, которые выносят нечестивые постановления и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия» «Дин» – правосудие или суд – «и похитить права» в буквальном еврейском тексте «суд похитить» – «мешпад» «у малосильных из народа моего» – Исаия 10 глава. «У Михея злодеи не только желают, но и осуществляют свои желания, захватывают» – глагол можно перевести как «грабят», «отымают» – буквально «уносят поля и дома». «Богатеи» – скупщики и ростовщики – «грабят и растаскивают» – можно перевести и так «имение тех, у кого нет возможности защитить свои права на собственность». Интересно, что в Моисеевой Торе глагол «газаль гиммель зайн ламе» также употребляется в контексте отношения к собственности ближнего. Мы там читаем «не притесняй ближнего твоего и не грабительствуй». «Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» – Левит, 19 глава, 13 стих. Ближний в данном стихе книги Левит – это наемный рабочий, поденщик, сельский пролетарий, за плату нанимающийся обрабатывать чужие поля и сады. Удержание работодателем платы, невыплата зарплаты вовремя, то есть в течение полусуток – это грабительство «газаль». Богатеи не понимают, на чью собственность они покусились. Земля в стране Израиля принадлежит Богу, она не в их, а в его частной собственности. Вспомним ту же самую книгу Левит, 25 главу. Господь дает своему народу лишь пользоваться ею, этой землей, арендовать ее у Бога. Именно поэтому, между прочим, начатки плодов и десятины в святой земле Израиля принадлежат не земледельцам, а Богу. Земельные наделы нельзя продавать навсегда, их необходимо выкупать. Если же выкупить не получается, то по закону в юбилейный год земельный участок все равно возвращается к его исконному владельцу, а долг, в уплату которого участок был взят взаимодавцем во временное пользование, прощается. Законы, касающиеся выкупа земель, а также выкупа домов и рабов, описаны в этой самой 25 главе книги Левит. Эти и другие законы, защищавшие обедневших израильтян от скупщиков земель и обеспечивавшие равное для всех евреев право на землю, грубо нарушались и в Израиле, и в Иудее. Нечестивые экспроприаторы нагло пренебрегали законами Всевышнего. У них был свой закон, закон джунглей, по которому кто сильнее, тот и прав. Скупщики богатели на чужом несчастье, а в тогдашнем аграрном обществе в их руках оказывались все средства производства. Своими бесчеловечными действиями эти приватизаторы оскорбляли не только своих, попавших в нужду братьев, но и самого Бога, хозяина святой земли. Не для того он разрешил им пользоваться своей землею, чтобы они вели себя на ней как грабители и притеснители. Беззаконный насильственный захват наследства Михей объявляет притеснением. Создание крупных землевладений разрушало экономические и социальные устои аграрного общества, поскольку укропнение и обогащение одних хозяйств происходило за счет умаления, обнищания и исчезновения других. С развитием в монархическую эпоху такого рода примитивного капитализма нарушался главный принцип землевладения в Израиле, где в домонархический период при родоплеменной военной демократии земля была разделена между коленами, родами и семействами. Эти межи не имели права передвигать ни князья, ни новоявленные барины. Такое не было позволено даже царям, что превосходно иллюстрирует история с виноградником Навуфея, записанная в Третьей книге царств. Особенно ответ Навуфея царю Ахаву говорит Навуфей своему царю, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Третий стих, 21 главы Третьей книги царств. Наследство предков считалось неприкосновенным, неотчуждаемым. Земельный надел, бывший семейной собственностью и передававшийся из поколения в поколение, в правосознании древних евреев был священен. Поэтому после обвинений в притеснении бедных и у Исаии, и у Михея следует приговор. У Михея он, приговор, звучит так. «Посему так, говорит Господь, вот, я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить, мы совершенно разорены, поля наши уже разделены иноплеменникам». «Жирующих на чужой беде расхитителей самих ждет бедствие. У них расхитят все, что ими нажито, так сказать, непосильным трудом. Это бедствие, словно ермо, захватчики-ассирицы возложат на шеи тех, которые закабаляли своих братьев. Возможно, здесь также содержится намек на плен. Уводимые в изгнание пленники, бывшая элита, не смогут от этого ерма освободиться, не смогут свергнуть его со своих «вы». Оно согнет их так, что им нельзя будет выпрямиться. Амос для изображения божественной кары использовал еще более брутальный образ. «Вот я придавлю вас, как давит телега, нагруженная снопами», говорит Бог в книге Амоса. В третьей главе книги Михея богатые землевладельцы, вгоняющие бедняков в долговое рабство, изображаются прямо-таки людоедами. Вот какая звучит в их адрес инвектива. «Вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу, их плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел». Третья глава Михея. Обвиняя власти и элиту израильского общества, пророк использует шокирующую и брутальную метафору. Те, у кого в руках сила и власть, ведут себя по отношению к обедневшим согражданам, как живодеры и людоеды. Собственный народ для них, что скотина для забоя и поедания. Исаия применяет эту же самую метафору для изображения алчных иноземных захватчиков, которые, как говорит он, полным ртом пожирают Израиля. В том, как ведут себя чужеземцы, нет ничего необычного. Но когда так действуют свои, родная, так сказать, власть, это не может не вызывать оторопи. Детализирующий метафору людоедства пассаж, содержащийся в третьей главе Михея, призван подвигнуть читателей на гнев и внушить отвращение к ненавистным правителям, к их вопиющим злодеяниям. Озверевшие от жадности и злобы начальники, отбирающие у беззащитных соотечественников дома и земельные участки, ничем не лучше для собственного народа, чем дикие агрессоры и долопоклонники. А вина их несравненно больше, чем у завоевателей, ведь они прекрасно знают законы, которые защищают бедных и обездоленных членов общества. Знают они и о собственных обязанностях по защите прав малоимущих. Однако, беззаветно любя зло, правители народа самоуверенно и цинично попирают все законы и ведут себя как людоеды, у которых законов нет. С тех, у кого нет законов, спросу всегда меньше, чем с тех, у кого есть. И для кого они, что дышло, куды повернешь, туда и вышло. Наказание для них неотвратимо, и об этом наказании пророк возвещает им так. Будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них. Михея, 3 глава, 4 стих. С виду правители приличные люди и вовсе не безбожники. В трудных обстоятельствах они готовы молиться, взывать. Глагол «заак» можно переводить и через кричать. Взывать ко Господу. Но когда постигнет их беда, напрасны будут их молебны. Он не ответит им, не изменит их злосчастной судьбы, не спасет их. Вспомним Исайю, 1 глава. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Причина, по которой Бог не желает слушать мольбы злодеев, их нераскаянность. Они не меняют своего отношения к ближним, к бедным, не хотят, как говорит Исайя, очиститься и перестать делать зло, не хотят научиться делать добро, то есть не хотят стремиться к правосудию, межпад, спасать угнетенного, защищать сироту, вступаться за вдову. Если бы они отвратились от злых своих дел и прекратили угнетать и порабощать впавших к ним в долговую кабалу соплеменников, изменилось бы и отношение Всевышнего к ним. Если бы они простили долги беднякам, Господь простил бы и их долги, ведь Он любит миловать. 7 глава об этом говорит. «В противном случае правители ждет возмездие. Как они не щадили ближних, так им не будет пощады. Придут враги их и будут пожирать их полным ртом». Исайя 9.12. Патологическая коррумпированность правящего класса ведет к тотальному закабалению малоимущих. Исайя обличает Иерусалим и говорит, «Князья твои законопреступники, сурерим, упрямые буквально, и сообщники воров, все они любят взятки и гоняются за мздою, не защищают в суде сироты и дело вдовы, и дело вдовы не доходит до них». Так в Иерусалиме. Но правящий класс коррумпирован насквозь не только в столице, но и в провинции. У провинциала Михея мы читаем следующие слова. «Начальники требуют подарков, и судьи судят за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Михея 7.3. Религиозность таких правителей лицемерна и не позволяет им рассчитывать на благосклонность Господа. Мы читаем у Исаии. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». 15 стих 1 главы. Когда Господь скрывает самых Тафф, Рейш, Сатар, лицо свое, от тех, кто ему молится, зададим вопрос. Когда он скрывает свое лицо? Когда они желают прощать им. Злые правители будут отставлены от управления. У них будут отобраны все земли и дома, а самих их погонят в плен. Тогда они будут не просто молиться, они будут кричать ко Господу из Аку о помощи. И будут, и не будут услышаны. Не обращали внимания на вопли угнетенных, не обратит Господь внимания и на ваши вопли. Правители и судьи, те, на ком лежит основной груз социальной ответственности, коррумпированы. Эта коррупция тотально, пышно расцвели взяточничество и волюнтаризм. Князь, Сар, судья, Шофет и начальник, Годоль, связаны круговой порукой. Они поддерживают друг друга в отстаивании своих материальных интересов. Ты мне, я тебе. Общая цель правителей и судей втянуть бедняков в долговую кабалу, а затем отнять у них за долги дома и поля, лишить их имущества. Они солидарны в этом зле, сплочены в единую корпорацию, можно сказать, госкорпорацию, и проворачивают свои злые дела весьма успешно и искусно, запутывают дело бедного. Судебные тяжбы решаются в пользу богатых. Говорится об этом не только в третьей главе Михея, но и во многих других местах у Михея и у Исаии, которые говорят и делают все, чего пожелает их жадная душа. Как и у Осии, у Исаии и Михея имеются также немало пассажей, содержащих обличение выдало поклонствие во всех его формах и проявлениях, включая, конечно же, и преклонение перед политической властью и силой оружия. У всех библейских пророков всякое полагание и упование на кого бы то ни было или на что бы то ни было, кроме Бога, квалифицируется как отступление от Бога откровенной религии, как вероотступничество. Возлагать иллюзорную надежду на людей, искать спасение в материальных благах, рассчитывать на безопасность в союзах с иностранными державами или полагаться на силу собственного оружия и на мнимую неприступность своих крепостей – все это тоже формы идолопоклонства. Израилю следует научиться «все свое упование возлагать на Бога, Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи», как сказано в книге Второзакония. Израиль, а за ним и все народы, должны утвердиться в едином Боге и исповедать «не имамы иные помощи, не имамы иные надежды». Господь Бог наш, Господь един есть. Книга Второзакония, 6 глава, 4 стих. Дорогие друзья, этот краткий наш обзор был посвящен пророкам, ранним письменным пророкам. На севере – это Амос и Осия, на юге – это Исаия и Михей. Конечно же, и у их последователей, продолжающих их пророческое учение, эти две темы – тема социальной несправедливости и коррумпированности правосудия и первая тема. Вторая тема – идолопоклонство. Они будут развиваться, продолжаться, будут обличения звучать неустанно и поздними, более поздними пророками будут звучать из их уст, из уст этих пророков обличения своего народа в идолопоклонстве и обличения своего общества в социальных язвах, обличения этих самых социальных язв. Будем читать пророков. Пророки актуальны. Я специально в этой лекции не проводил параллели с нашим временем, но я думаю, они очевидны не только для нашего общества, но и для всех стран, государств, для всех обществ на нашей планете, в каком бы обществе мы сегодня не жили, на западе, на востоке, на севере, на юге. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok